я просто помню значит вопрос был следующий процесс и запахов да да у нас такая актуальная сейчас тема не до об этом спрашивала знаете отсутствие запахов причина запах мы ощущаем определенными клетками и по разным причинам физическим духовным это эти клетки могут временно не работать ну отключиться будем так говорить чтобы их снова включить необходимо первое пойти к высшему я спросите духовной причине заболевания и высшие я скажи мне духовную причину вот это и устранить ее какая-то причина механизм устранения будет разным второе это необходимо работать со своим физическим телом снова приучать рецепторы к разным запахом обычно есть такое у нас даже есть обонятельная гимнастика человек начинает в течение месяца например каждый день дыхать разные сильные запахи ну вот как бывает что человек тренирует то например человек долго не ходил и он тренируется ходить снова приучает свои мышцы к тому чтобы ходить и так далее а это ты снова приучаешь свои обонятельные рецепторы воспринимать сначала на сильных запахов причем они должны за одно упражнение они должны чередоваться там например 10 штук ну по несколько секунд дыхание совершенно разным чтобы человек мог приучить вновь эти рецепторы работать обонятельная гимнастика что касается транс там или каких-то лекарств это возможно сказать только на каком-то индивидуальном консультировании на приеме потому что каждому организму свое подойдет на самом деле то есть это только тут такой может быть в общем что-то какие-то рекомендации не знаю вас что одному подойдет по другому может повредить здесь должно быть индивидуально и так следующий был вопрос про шизофрении сколько помню пожалуйста посмотрите мое видео которое называется на контакт или шизофрении прям набирайте в youtube ирина подзорова контакт или шизофрении и там я на практически там я наташа задает вопросы про шизофреников как они с кем они в контакте могут быть почему у них есть бывают такие явления и так далее как и можно помочь хотя бы попытаться объяснить им как они могут помочь тебе сами то есть у меня есть целое видео на эту тему и сейчас здесь пересказывать это будет очень долго да вот а во-вторых если сказать очень вкратце шизофрения какой диагноз это такое психическое расстройство считается в нашей медицине который нарушает действие человека в обществе человек не приспособлен к этому миру он не хочет общаться с ним он может быть агрессивен он может быть там не работоспособен у него могут быть какие-то странные мысли голоса там и так далее но я хочу сказать что сейчас шизофрении вот я сталкивалась с такими людьми шизофрению современные врачи вообще ставят по любым причинам психиатры такой диагноз я встречала девушку которая была в эти доме и она росла без родителей и за то что она не слушалась воспитательницу там что-то сделать например убраться пойти там еще что-то такая была непослушная девочка что-то там и она ее за это отправляла в психиатрическую больницу там как вот дедомовский вы знаете за непослушание просто за непослушание ей поставили такой диагноз хотя у нее не было никаких там голосов и так далее поэтому я хочу сказать что если видите человека с диагнозом шизофрении это совсем не всегда может быть какой-то там контактер с кем-то он ему может быть просто за его характер который так вот и каким-то образом может быть у него есть какие-то идеи его собственно например есть шизофрению человек ставит когда он например начинает всех подозревать потому хотят вред причине он относится к недоверием со своим родственникам ну вот что то вот они сделали он на них обиделся уже это забыл не образовался блок и этот блока начинает ему из подсознания посылать такими что они хотят ему навредить отправят его там еще что-то делают высказываете как-то от них пытаться защититься потому что он верит в это ну а контакты так какого нет это его собственно такое бывает тоже в этом видео тоже об этом есть как можно помочь человеку можно помочь только в том случае если он сам этого хочет естественно объяснив причину того что с ним происходит с духовной точки зрения и выведи его к высшему я и помогать его очистить его там блоки чтобы он почистил чтобы он обязательно работал над собой прощал любил не свет вот только так можно спасибо расскажи пожалуйста в каких случаях целитель может отказать в помощи человеку может ли такое быть что ему например кураторы этого человека и его не дают возможность исцелять потому что человек должен пройти какой-то урок какие могут быть причины для этого и лечение не получается у целителя да действительно такое может быть что человек не проходит свой урок и тогда кураторы они могут сказать целитель что и принимать его на сеанс а бывает они просто целитель все равно принимают ну или не понимает эти сигналы или отпрыгает их и тогда не блокирует энергии бывает что человек получив эти энергии вот светлые ему становится легче лучше то есть очень легкость но при этом он не проработал свои ментальные программы которые вели его к разрушению и он начинаете энергии которым его наполнили кураторы наполнили цветели он начинает ну как с новой энергии творить зло будем так говорить он начинает с удвоенной энергии разрушать свое тело или там окружающий мир например напомнили бы человека энергиями там он был в депрессии ему стало хорошо почувствовал подъем сил но при этом он не проработал свой блок например не знаю гости на жену будем так говорить я очень просто сейчас говорю пример просто привожу потому что ситуации разные просто мне нужно для примера вот например к вам пришел человек который был в угнетении в депрессии у него была слабость там что-то болело вы его наполнили энергиями не сказав ему о том что необходимо работать с собой идти к вышему я он наполнился этими энергиями с ним поделились ваши кураторы с ним поделились вы ему стало хорошо ну именно как хорошо он чувствует подъем он чувствует такой свет потому что он чувствует настроение этих существ которые с ним поделились накачали его ауру он в этих высоких вибрациях он чувствует себя хорошо потому что не выше чем его и у него свет но он у него внутри остался блок например например который привел его к этому заболеванию например злости на жену и он приходит например домой после сеанса и начинает с ней общаться а так как блок в нем есть она начинает а что такое блок клости на жену это такое энергетическое образование она действует на самом деле и человек с его жена она начинает его раздражать бывает раздражать даже любым словом своим видом там подражает запахом на кроме даже такое бывает он просто начинает раздражать он начинает раздражаться и И так как он чувствует подъем энергии, то он начинает эту энергию выплескивать на нее, эту жизненную силу. Он начинает еще больше ругаться, у него больше энергии, у него больше желания это делать. И еще больше опускать свои вибрации. То есть в таком случае в следующий сеанс энергии, приход энергии может быть заблокирован. Спасибо. Это такой один из примеров. Да, но это всегда знак того, что человек все-таки не проработал какие-то свои духовные проблемы, блоки, негативные установки. Если вам кураторы, например, говорят, что не нужно принимать лечение или еще какое-то, бывает, вы чувствуете интуитивно. Отказывать сразу, ну, необходимо человеку сказать, что я поговорю со своими наставниками, поговорю со своим духом, с божественным я, и только тогда вам дам ответ. То есть сразу не отказывать, и потом войти в контакт со своим высшим я и спросить, что происходит, и как человеку можно помочь. Получить возможность получить эти сеансы, то есть как можно помочь ему подготовиться. Может быть, что-то посоветуют, например, человеку, например, скажут, что он должен там на собой поработать или еще что-то, только потом прийти. То есть такое тоже бывает. Спасибо. Рафаил, скажи, пожалуйста, болезни крови с чем связаны обычно на духовном уровне? На духовный уровень? Духовные болезни крови. Кровь – это энергия, это символ, энергия жизни. То есть человек не принимает, если у него болезни крови, то он не принимает что-то в жизни, в окружающем мире, что-то, может быть, осуждение. Или он чувствует обиду на кого-то. Возможно, вы слышали русское выражение, которое называется «ты мне всю кровь попортила». То есть это как кровь попортила, когда говорят как упрек, что она как ему очень долго мотала нервы. Еще есть выражение «мотать нервы» или «кровь портила». То есть это какая-то сильная обида, если мы говорим именно о духовных причинах, без физических. Духовные причины, они разве… Вернее, физические причины или физическое проявление разве может быть в этом случае без духовных? В этом нет. В этом нет. Нет, но у болезни крови, вот сейчас за гемофилию спросили, да? Ну, гемофилия – это генетическая болезнь, которая передается от женщин. Причем сами женщины, у них такой набор хромосом, что они являются носителем этих генов, но сами они не страдают. Хотя бывает та форма гемофилии, когда страдают и женщины, и мужчины. Но мы сейчас не про нее говорим, где есть такая форма. Что такое гемофилия? Это несваряемая, очень плохая сворачиваемость крови, у человека нет необходимых ферментов. Вообще, сворачиваемость крови – это очень сложный и многоступенчатый процесс, который там состоит, по-моему, из 15 показателей. То есть сначала при повреждении сосуда должен выделиться из тромбоцитов один фермент, он должен подействовать на второй, тот на третий. И так как в цепочке, это должно дойти до ферментов печени. Один фермент вступает в реакцию с витамином К, там такая очень интересная проходит реакция. И только тогда из крови выделяется из одного белка, так называемого протромбина, по-моему, выделяется тромбин, он вступает в реакцию с вот этим вот веществом, который выходит из тромбоцитов, и образуются нити в конце, образуются нити фибрина, так называемого, то есть белка, который становится густым, будем так говорить. Он образуется в виде нити. И вот в этих нитях, ну они, конечно, микроскопические, понятно, что их глазами не рассмотришь. И вот в этих нитях запутываются элементы крови. То есть эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, они в них запутываются. И образуется такой густой тромб, который забивает поврежденный сосуд. И именно поэтому кровотечение останавливается. У человека есть все факторы, у человека, у которого, ну как генетически все в порядке, у него от рождения есть все факторы, которые передали от родителей. Да, хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Да, действительно, если какой-то вот из этих звезд, если какой-то ген, который кодирует выделение пилка в какой-то из этой цепи нарушен, отсутствует, например, или нарушено его производство, то этот фермент производиться не будет. Один или несколько. И вся эта цепочка оказывается поломанная. У человека очень медленно сворачивается кровь, там за счет совершенно других ферментов. И если сильное повреждение, она может не свернуться вообще. У человека просто все вытечет. И причем даже от малейшей травмы. Ну, такое может быть. И именно царевич Алексей эту болезнь, как он ее получил. Он родился от, соответственно говоря, своих родителей. Его мама, она родилась от того рода, где была гемофилия. То есть это от женщин же идет. И кто там гемофилией страдал? Ну, та самая королева, которая была королевой в Великобритании. Она была его бабушка, соответственно. Говоряли там прабабушку уже. Соответственно, его предок, королева Виктория. Может быть, вы слышали? У нее там все сыновья, руки. Ну, вот с этой вот болезнью. От чего она образовала? Именно это генетический дефект. Того, что в королевских семьях очень часто присутствовали близкородственные связи. Близкородственные связи – это когда обмениваются энергиями, так сказать, очень близкие родственники. Вступают в контакт. И от этого, когда происходит зачатие и обмен генетической информацией между матерью и отцом ребенка, то одинаковые, очень похожие гены, они могут от этого вступить в другую контакт неправильно. И от этого те болезни, которые были скрыты в роду, они проявляются. Потому что близкородственная связь. То есть, а в любом роду, который сейчас существует, есть какие-то свои скрытые дефекты. Потому что любая молекула ДНК, которая содержится в клетках, она подвергается мутациям. Любая. Мутациям даже просто от жизни. От того, что клетка постоянно делится. Наша ДНК не может постоянно правильно себя копировать миллион раз. Все равно есть какой-то дефект, маленький скрытый дефект, который скрыт. И он будет скрыт тысячелетиями, если не будет близкородственных связей. Вот если они будут, этот дефект один похожий плюс второй. Они докладываются друг на друга и происходит общая мутация, которая приводит к таким вот заболеваниям. То есть, я надеюсь, понятно объяснила механизм возникновения таких болезней, как, например, гемофилия и некоторые формы врожденной олигофлинии, например, когда слабоумный человек. Когда он вообще ничего не понимает и его невозможно ничем научить. Теперь мы переходим, ну как бы понятно, генетическая причина. Теперь мы переходим, ну как бы дух воплощается в это тело уже с генетическим дефектом. Известно ли ему было об этом? То есть, я вот сейчас чувствую ваш общий вопрос. Да, действительно, когда дух выбирает воплощение, ему известно об этой болезни. Ему известно об этом генетическом дефекте. И он добровольно соглашается пройти этот урок. То есть, для духа это урок. Пройти свое воплощение вот в этом больном теле. По какой причине? Бывает это дух индивидуальный для него, но это очень редко. Чаще это общий урок с родителями. Ну, с его, которые у вас в начале. То есть, они еще в духовном мире, у меня просто такие были случаи, там на высшем я это выясняла. Когда там какие-то врожденные заболевания генетические, ну, не гемофилия, а другие были, там типа ДЦП и так далее. То есть, или аутизма, тоже бывают врожденные формы. И дух заранее договорился с духами своих родителей еще в духовном мире, что вот они будут его родителями, они родятся раньше. Именно они встретятся с такой генетикой, чтобы появилась вот такая мутация. Именно он у них родится для того, чтобы им там преподать урок заботы, любви и так далее. Часто это даже бывает с ангельского уровня, который, ну, если им там считаешь уровень, да, с какого они сплотились. Часто это, ну, как вы думаете, если вы думаете, что это обязательно какие-то ужасные грешники, там с низших уровней, нет, это далеко не всегда так. Хотя и так бывает. Ну, он далеко не всегда. И бывает, что ты считаешь такого ребенка, ну, вообще там с ангельского уровня, а его родители все там среднего, например, да, или даже с низкого. Почему так? Потому что этот ребенок пришел научить их любви бескорыстно. Ведь ребенок больной, даже когда вырастет, он не сможет отплатить ничем своим родителям. Он больной. И даже бывает сам вот этот вот дух, он жертвует своим воплощением, он жертвует своими целями и рождается в больном теле, заведомо зная, что он ничего не сможет достигнуть здесь, в нем. Он просто проживет инвалидом для того, чтобы дать возможность о нем позаботиться. То есть такие случаи бывают. Действительно, ангельская жертва. Да. Урок любви. Такое бывало. А бывает действительно, что поплатился, если он с низкого уровня, такое тоже бывает, что этот дух поплатил с какого-то низкого уровня. То бывает, что этот дух проходит тоже свой урок. Бывает, он жил в каком-то теле, например, был, не знаю, там, каким-то тираном, каким-то деспотом, издевался над людьми, например, сделал какие-то опыты. Может, он вообще там жил, не знаю, на другой планете. Какие-то опыты делал, делал их мутантами какими-то. И сам вот родился в таком теле, чтобы за себе почувствовать вот эту вот жизнь. То есть такое бывает. Нужно всегда смотреть индивидуально. То есть я могу какие-то примеры привести. Но это все равно очень показательно. И можно для себя, даже еще не имея хорошей связи с высшим я, уже получать подсказки, в каком направлении исследовать себя и смотреть, какие могли бы быть причины. Причины, да, врожденных болезней, вот эти генетические. Я сейчас гемифилию как пример просто привела. Но их много достаточно, всяких врожденных болезней. И причины их, они скрыты в прошлых жизнях. То есть мы сейчас говорим слово кармическим. То есть это действительно вот карма. Но она может быть не обязательно тяжелой. И это вот как месть высших сил. Нет, это может быть другой причиной. Вопрос о вирусе иммунного дефицита человека. Для нашей цивилизации еще неизлечимая болезнь. Мы можем только поддерживать. Да. У нас уже есть лекарства, которые, если постоянно пить, человек живет достаточно полноценной жизнью. И даже есть такое, что, ну вообще по закону положено, чтобы он не сходился без предупреждения с партнером небольным вичем. Ну по понятным причинам. Даже если он получает лечение. Но я знаю, я встречала такие случаи в литературе, что, ну как бы, например, женщина была так сильно влюблена в мужчину, там, например, в его больного, но он постоянно лечился, что она решила рискнуть добровольно, он ей сказал. И она вышла от него, там, в муж и так далее. И при постоянном получении терапии современными лекарствами, они, ну, жили друг с другом, как муж и жена, не защищаясь ничем, вот как положено. И было доказано, что у него вирус так мало в крови, так он падает до таких цифр, что он не передает ей. То есть есть такие лекарства, которые постоянно поддерживают. Его в таком, как спящем состоянии. Но если он перестанет их принимать, то они опять могут подняться на такой уровень. И тоже такой вот урок для духа, что он родился в таком мире, где еще мы не победили эту болезнь. В отличие, например, от той же, не знаю, холеры и так далее. А поднятие вибрации, осознанности, духовности, принятие сможет поспособствовать излечению тяжелых болезней? Он может поспособствовать излечению тяжелых болезней, поднятие вибрации и так далее. Тут кто-то просто спрашивал так про обоняние, мы говорили про шизофрению, мы говорили, тут кто-то спрашивал про горло, кто-то спрашивал про хронический насморк и так далее. То есть все эти проблемы с носоглоткой, насморк, аденоиды, канзелиты, отиты, то есть все, что связано с дыхательным котелом, с оглоткой, очень часто это проблемы с микробами, это проблемы с хроническими инфекциями, причем уже не вирусами, а с рептококками, с тафилококками, и это проблема с иммунитетом. Очень часто человек начинает лечиться антибиотиками, пока он лечит антибиотиками, у него хорошо. Только он прекращает их пить, все возвращается снова, а через какое-то время. Такие случаи бывают, я видела. Ну, выясняем духовную причину такого заболевания, потому что здесь однозначно снижение иммунитета. Физические методы, такие как физиотерапия, такие как травы, такие как даже лекарства, их применять можно. Также можно применять и энергетические методы, целительные методы, брейки, космоэнергетику, целительские системы разнообразные. Как вспомогать? Ну, основной должна быть работа с духом. Можно применять иммуностимуляторы, можно применять антибиотики, можно применять определенные там травы или что-нибудь еще, и плюс энергии разнообразные, и плюс еще, естественно, там правильное полноценное питание, отдых, сон, ну, все, что мы должны соблюдать для здорового тела. И обязательно работа с высшим я. А можно сказать, что это в том числе и проблемы, и блоки с пятой чакрой? То есть если мы возьмем все тело человека, и каждому органу, и его заболеванию отнесем какую-то чакру? Да, бывает, что это проблемы с пятой чакрой, но я встречала, что человек не высказал какие-то негативные эмоции, а бывает, что это проблемы с четвертой чакрой, потому что четвертая чакра, например, отвечает за вилочковую железу, вот где как раз иммунитет находится. Если он падает, то бывают хронические болезни такого плана. Вот, варикозное расширение вен. Я вижу, я помню ваш вопрос. Итак, варикозное расширение вен. Каковы причины? Ну, именно у такого заболевания, как варикозное расширение вен, вот сколько мне говорила Митта Скаута, там все-таки больше духовные причины заболевания, потому что те клапаны, которые должны поднимать кровь, когда именно ноги находятся в везу, и когда кровь опускается, чтобы питать клетки, мышц, всех тканей ног, кровь должна как-то подняться, можем так сказать, против земного притяжения. И для того, чтобы она не опускалась обратно, там есть специальный клапан в венах. Когда она поднимается, ее земное притяжение толкает вниз, закрывается клапан, что позволяет ее проталкивать вверх. Но не у всех этот механизм работает. Он бывает ломается. Он очень тонкий механизм, потому что эти клапаны, они встроены в сами стенки вен, а в стенках вен обвиваются такими структурами, которые называются гладкой мышцей, которые могут расширяться и сжиматься. И от того, что они неправильно работают, то возникают проблемы с клапанами. Они просто перестают закрываться, когда нужно, и внизу в ногах скапливается кровь, она начинает там ворачиваться, потому что от застоя возникают тромбы, возникает перерастяжение стенок, боли, вены влазят и так далее. Еще плюс кислородная недостаточность, может быть вообще язва развиться. То есть это духовные причины, они состоят в том, что у человека есть какие-то эмоции, какие-то чувства, можно сказать, в первой чакре, страхи, например, которые, страхи, недоверие, какие-то там непринятия мира, которые нарушают кровообращение, сокращение вот этих клапок. То есть здесь мы работаем в основном с высшим я, а лекарствами и энергетикой мы убираем симптомы, острые симптомы, потом мы начинаем работать с высшим я, обязательно сопровождаем это, спрашиваем высшим я, какая духовная причина, моего заболевания, там, наприклад, нарушение вен, и с этим ответом уже можно работать. Там дальше. Спасибо большое. Есть такой вопрос, и поэтому хотелось бы от болезни горла и генетических перейти к гинекологическим. Это, скорее всего, проблемы со второй чакрой, я так понимаю. И что можно сказать о духовных причинах гинекологических заболеваний? Каких? Гинекологических. Назвайте конкретное название. Ну, хотя бы примерно, чтобы я знала, о чем идет речь. Ну, например, эндометриоз, который начал... Я же не знаю, о чем вы хотите. Я же не знаю, о чем хотят люди спросить. О миоме маски или о гадареи? Это, наверное, разные заболевания. Вот другое будет. Эндометриоз, например, 15 лет. Эндометриоз. Да, я сейчас в общем расскажу о гинекологических вообще всех проблемах, заболеваниях. Связаны они вообще тоже самое с физическими, духовными причинами. Это физические причины, это переохлаждение, это там инфекции различные, в том числе есть такие инфекции гинекологические, которые передаются еще при рождении от матери к дочери. Есть такие формы. Но пока иммунитет достаточно крепкий, он держит их под контролем. Как только он слабеет, благодаря духовным причинам, стрессам, например, различным блокам, это все влазит. Эндометриоз – это когда идет гормональное нарушение определенной ткани, которые должны выводиться при ежемесячном событии у женщин, которые случаются каждый месяц, если женщина не забеременела, то эти ткани, они начинают, вместо того, чтобы полностью вывестись из организма, они начинают проходить в другие женские органы и там вырастать. вот эти вот ткани, которые вы стилали внутреннюю поверхность маски, чтобы принять ребенка, они начинают, вместо того, чтобы выйти с кровью каждый месяц, который идет у женщин, они начинают не выходить, а, можно сказать, живут самостоятельно в жизни, перемещаются куда-то, растут там, и это вызывает боли. Боли, спайки и так далее. То есть, что это значит? Это значит, что у человека есть однозначно духовная причина, которая мешает очиститься от этих вот лишних клеток. В данном случае они ей уже не нужны, она должна освободиться. И это чаще всего работать с эндобирозом, мне надо понять, что чаще всего вот эти вот гинекологические проблемы духовного уровня это непринятие своей женской сути. То есть, что-то она не принимает в своем теле, например. Она, может быть, не принимает свою, вот сейчас, как говорят, сексуальность, то есть, человек просто свои желания считает плохими. Начинает их к себе как-то подавлять, начинает их перенаправлять, но делает это осуждением себя, и это может вызвать. Вторая причина это обиды на себя могут быть, обиды на маму могут быть, обиды очень часто бывают на партнера. То есть, вот они именно вот, которые проблемы, как сказала Маша, второй чак, то есть, это все связано с семьей, все, что связано с партнером, с детьми. вот иногда такие проблемы могут вызвать, например, мион, фибромы в матке, то есть, постоянное кровотечение. У человека душа плачет от обиды, но она это прячет, и тогда ее матка, как женская суть, начинает плакать кровью. то есть, бывает, душа женщины плачет от обиды именно на мужчину, который обидел ее как женщину, унизил ее как женщину. И, а она, бывает, даже, я об этом забыла, у нее просто блок образовался, и она уже не хочет, почему мы не помним свои обиды, потому что нам неприятно об этом думать, мы их изгоняем из памяти и отвлекаемся, постепенно эти забывания, эти воспоминания уходят. Но это не значит, что уходит блок, если человек простит, а просто выдалкнет неприятные воспоминания из памяти, то в нем большая вероятность формирования блоков, которые будут тратить, кстати, блоки состоят из собственной энергии человека, человек тратит на это свою энергию, то есть у нее и в жизни будет слабо, недостаток жизненных сил, потому что громадная энергия нужна, чтобы этот блок удержать под сознанием, чтобы он не вышел, любая энергия, она стремится уйти, а он ее держит под этим клапаном, как бы такой вот как котел под давлением, и мало того, что он его как котел под давлением держит, этот блок начинает нарушать функции этих органов, которые находятся в области этой чакры, в данном случае это половая чакра, вторая чакра, и душа женщины внутри плачет, что ее унизили как женщину, не поняли ее, предали ее первую любовь, бывает жертва насилия, например, изнасилование, оно бывает даже в детстве, собственным отцом, собственным дедушкой, такие случаи на контакт с высшим я бывают, и человек об этом никому и не расскажет, очень сложно об этом говорить, даже собственной маме бывает, уже не говоря про кого-то другого, и это он к себе носит, то есть он помнит, что это где-то было, но он не прощает, то есть он не растворяет эти блоки, и в этом случае душа внутри плачет, что так несправедливо поступили, а внешних слез нет, она улыбается, ходит и все, значит ее матка начинает плакать кровью, ведь матка это суть женской энергии, это ее центр, ну вот такое вот бывает, да, да, то есть каждой женщине, или девочке с такими проблемами в первую очередь к высшему я обращайте внимание именно на проблемы с женской сутью, так и спросить, какова духовная причина моего эндометриоза, или там миомы, если обида очень сильная, если злость очень сильная, то в органах, которые находятся в области этих чакр, возможно возникновение онкологического процесса. Да, это всегда очень четкий показатель таких блоков, таких блоков. То есть это очень, рак вызывает очень большую боль. И вот в этом случае боль это вот символ вот этой очень сильной душевной боли, которая сначала была душевной, а потом перешла на физику. уже как очень черный сигнал через тело. А холодные руки и ноги показателем каких духовных блоков или проблем могут быть. Это опять же с кровообращением что-то связано. Может быть с кровообращением, может быть с уровнем давления, может быть слабое, может быть сосуды, может быть стрессы какие-то тоже, может быть какие-то гормональные сбои, разные причины. Что было про прощение? Как помочь человеку простить или своими силами он не может этого сделать? Мы, ну вот я как делаю, во-первых человек если простить просто, я прощаюсь оставьте меня в покое я все прощаю. Это не прощение, это должно идти осознанно. Во-первых, чтобы человеку помочь простить, ему необходимо объяснить все последствия его обиды. Что он там накопит блок, что этот блок будет его разрушать, причем не его, на кого, не того, на кого он обижает. Тут у него там свое физическое тело, самого человеку. Так и спросите, готов ли ты ради этой обиды, ради этой злости, медленно подрывать здоровье своего тела, разрушать его, что может вызвать, не пугайте его, что это обязательно вызовет какую-то болезнь, что может вызвать болезнь, может это просто предупреждение, что может вызвать какую-то болезнь, и тем более ты на это тратишь энергию, обиды это тоже энергия, если ты избавишься от обид, то ты эта энергия, которая у тебя освободится, сможешь пустить на созидание, на строительство своей жизни. И после этого он скажет да, если он скажет да, я хочу, но не могу, так может ответить, так и сказать, чтобы его простить, необходимо его принять, потому что прощение это действие любви, как его полюбишь, если ты на него обижешься, то есть вначале необходимо принять, а чтобы принять, необходимо сначала понять, понять причины, по которым тот человек как действует, что-то там плохое совершил, и это первое, что человек это должен, ну это ни в коем случае не то, что вот некоторые понимают, как оправдать его, а значит встать на его сторону, нет, это не оправдание, это просто мысленно встать на его место и попробовать понять, почему он так сделал, не оправдывая его, а просто понять, как это делать, то есть человек даже можно делать, мы делаем техники прощения без непосредственно контакта с высшим я, он просто был неосознанным, то есть бывает, человек просто работает с обидой, например, он скажет, что я хочу простить, но я никак не могу это понять, он не имел права так поступать со мной и так далее. Мы просим человека расслабиться, охватить глаза, представить этого человека, на кого обижен, очень важно знать, этот человек жив еще или нет. Если человек уже ушел в мир духов, на кого обижены, то обязательно необходимо спросить у Высшего Я, есть ли некротическая привязка к духу этого человека. Некротические привязки высасывают очень быстро энергии, жизненные силы из человека просто, если с возможным идет огнем с деструктивным, у них есть жизненная сила, то дух мертвого теряет жизненную силу через 40 дней. И с ним он ничем не сможет поделиться с вами, он просто берет. И причем это задерживает еще его развитие, потому что получая от вас энергию, он постоянно вспоминает о вас, о вашей конфликтной ситуации, и это мешает ему сосредоточиться на поиске других задач. То наступает еще кроме истощения энергетики и болезни наступает еще кармическая ответственность на поддержку развития духа. Поэтому необходимо просить высшего я, если этот человек обидчик умный, существует ли у меня некротическая связь с этим духом. Если будет ответ «да», то необходимо работать сначала с энергетической связью. Там нужно вызвать просто своими словами позвать этот дух и уже говорить с ним. Если же он жив или привязки нет, значит мы просто представляем его. Обязательно нужно представить, потому что нужно будет говорить, если он воплощение, этот контакт реален, мы будем работать с его высшим я. На духовном уровне мы будем работать с высшим я. Если он умер, значит соответственно с ним сами. Мы просим его прийти, если он умер, если он еще жив, то мы можем просто попросить представить, на это представление придет фантом, то есть высшее я пошлет. Мы можем работать в этом случае без согласия и даже без ведомых самого человека, потому что это направлено на прощение. Это направлено на развязывание вот этих узлов кармических. Это мы можем делать без согласия и без ведомых человека. даже 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 он на вас сам обижен и не простил. Это уже его дело, это уже его уроки, его работа, но главное, вы можете это делать сами. Вы представляете, вы просто человеку представите. И назвать по имени, например, если это мама, папа, дедушка, бабушка, если это мама, папа, дедушка, бабушка, то необходимо к ним обращаться. Мама, папа, дедушка, бабушка. Если это дети, если это муж, жена или любые другие люди, мы обычно обращаемся по имени. То есть так пусть человек пронесет слух. Там, Коля, ну, например, и пусть он повторяет «я тебя прощаю», повторяет за вами. И конкретно говорит за что, например, за жестокость, за агрессию, за предательство, за прелюбодеяние, ну, смотри, что он сделал, за воровство, и так далее. За какие-то конкретные действия. В конце, ну, когда он почувствует, что он все сказал, желательно, чтобы он это от себя сам говорил, за что он его прощает, это больше эффекта принесет. И чтобы он сказал, я понимаю, потом, чтобы он сказал, я понимаю, что ты это делал из-за отсутствия любви в своем сердце. Здесь понимание, что он это делал, потому что у него не было любви, он и не мог по-другому в тот момент поступать. Без любви мы все могут без любви мы всем можем быть очень жестокими, в том числе и вы. Да, она делает справедливость без любви делает человека жестоким. Вера без любви делает человека фанатиком. и так далее. Всякое качество хорошее само по себе, оно без любви превращает свое противоположное. Итак, мы говорим, я понимаю, что ты это делал из-за отсутствия любви в своем сердце. Я посылаю тебе свет моей любви, чтобы он повторил обиженность. Я посылаю тебе свет моей любви, чтобы ты был или была истинно счастлив, чтобы ты познал Бога, то есть пожелать ему, и чтобы ты стал светлым, божественным существом. И пусть он мысленно пошлет ему свет, вот как солнце лучше ему направит, и спросить, и принимает ли он свет. Если он принимает, значит, все в порядке. Пусть он наполняет его светом, а вот если он открывает, убегает, не хочет принимать, то мы просим человека повторить. Не бойся, прими мой свет. Он абсолютно безопасен для тебя. Он сделает тебя истинно счастливым. продолжаем его наполнять. Потом мы спрашиваем у человека, что он чувствует. И когда он будет говорить о своих чувствах, мы ему говорим, скажи, нужно человеку самому попросить прощения. Пусть он теперь скажет, так, я прошу прощения у своего тела за создание этого Бога. Я прощаю себя за эту обиду. Он так повторит. Я люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Я есть любимая дочь Бога, или мужчина любимый сын Бога. И дальше пусть повторит такую форму преобразования. Силы своего духа я преобразую энергию этой обиды в энергию уверенности, любви и вдохновения. Вы можете три любые энергии назвать. Уверенности, счастья, любви. Но одна из них обязательно должна быть любовь. А две остальных должны быть любыми положительными качествами, любыми положительными чувствами. И после этого он почувствует, вы спросите, что ты чувствуешь, он почувствует такой прилив, это приказ энергии переобразоваться, когда человек уже простит. И когда он скажет, да, некоторые видят какой-то свет, некоторые чувствуют мурашки, некоторые тепло чувствуют, это все нормально, каждый воспринимает по-своему. Вы человеку скажете, вдохни в себя эту энергию, когда он вдыхает, он ее принимает, распределяет по телу, скажет, слух, пусть он скажет, благодарю и принимаю это подтверждение, люблю и благословляю, обещаю направить эту энергию на развитие безусловной любви. Вот на этом будет процесс прощения закончен. Я думаю, что это универсальное средство, универсальное лекарство, целительство, в принципе, вообще для любых недугов, с которого можно начинать путь исцеления. На самом деле простыми словами. Спасибо большое. Вот моя рука и рядом с тобой я звездная семья Касси Абрея вместе познаем миры и созвездия Пэйя одна семья Касси Абрея Вот моя рука Касси Абрея Субтитры создавал DimaTorzok